добрый день уважаемые зрители сегодня я хочу предложить вам полет на самолете md-80 эта модель разработана компания rotate sim моделька вышла где-то наверное чуть больше года назад вызвала самые разные отзывы от виртуальных пилотов модель и хвалили и ругали и ссылались на очень красивую визуальную составляющую и в то же время критиковали за недостаточную проработку систем не все функции в бортовом компьютере были реализованы вышли после релиза модели пару патчей до версии 1112 но до конца модель все равно не доработали то есть все пожелания не учли и в общем-то как-то работа стала то есть на протяжении года больше патчей не было ничего не выходило и тут вот буквально перед релизом explain 11 данная модель обновилась обновилась на версию 1.3 добавлено очень большое количество функций доработанной системы но если вкратце говорить то в данной модельки например появилась более проработанная функция то у нас в нафту горизонтальный вертикальный профиль самолет выполняя полет на автопилоте выдерживает более качественно добавлены также функции бортовой компьютер кнопка прогресс функция холод звуки новые у модельки появились также добавлена поддержка explain 11 то есть тут и текстуры немножко переработаны и модель полностью совместима с новым авиасимулятором плюс также линия пути план полета теперь не ломаная линия между точками она как бы плавная кривая который самолет хорошо придерживается то есть и летит достаточно аккуратно по расчетного пути также добавили поддержку колесика мышки то есть теперь можно вращать регуляторы и старым способом как это было принято раньше то есть появляются стрелочки мы зажимаем кнопку мыши и влево вправо вверх вниз изменяем значение регулировки теперь также можно это делать колесиком мыши но практически на всех регулировочных ручках также помимо всего прочего добавили дарик клим дарик дэссент функция ну в общем модельку доработали летать стало на ней хорошо например старые модели для согласования навигационной системы был только один тумблер второй был не реализован просто не вращался то есть его сделали теперь и первый и второй то есть такая мелочь но как бы теперь это все работает все хорошо я тоже хочу отметить что для данного самолета навигационные базы на лежат внутри в папке самой модели то есть есть под папка navdata и туда мы должны обновлять наши базы то есть в цикле аэрак в свежем или как в каком вы летаете вы находите файл который называется rotate md-80 и распаковываете в эту под папку внутри модели самолета там же лежит еще одна под папка которая называется save it roads сохраненные полеты то есть мы туда можем положить файлик и непосредственно в бортовой компьютер и опыт грузить чтобы наш план по точкам долго не забивать формат там у файла точно такой же как у джар дизайн то есть текстовый документ в котором есть аэропорт вылета прилета сид стар и далее между сид и стар идут через пробел перечисляются трассы и точки по которым мы должны выполнять полет там несколько таких готовых планов уже лежит можно формат посмотреть в таком формате можно генерировать планы самых разных ресурсах то есть и pfpx и на сайте онлайн flight planner и даже вручную блокноте можно такой план составить не составляет это труда и вот сегодня мы посмотрим как данный самолет летает рассмотрим все его процедуры как что чего работает мы находимся в афинах в греции и сделаем небольшой перелет в турцию в стамбул в аэропорт а то тюрк хочу сразу отметить что аэропорта у нас дефолтные то есть это explain 11 мы находимся находимся в дефолтном аэропорту афин весьма качественно сделано вообще explain очень хорош в плане проработки аэропортов по дефолту иной раз даже сценарий не хочется ставить потому что некоторые сценарии даже как правило бесплатные выглядят хуже чем дефолтные в explain 11 я перебрал разные сценарии афины понял что дефолт здесь выглядит лучше то же самое и в стамбуле вы сами все увидите когда мы прилетим аэропорта сделано очень качественно и хорошо полет будет небольшой я использую в качестве погодного движка иксенвера погода у нас реальная мы видим небольшую облачность ветерок у нас присутствует что я хочу сказать ну помимо всех плюсов данной модели как бы я хочу отметить очень высокую детализацию детализация здесь модели сделано на невероятном уровне это даже немножко просаживает fps но на внешних видах не так сильно в кабине да то есть вы будьте готовы что количество кадров у вас упадет где-то на 57 точно то есть я сейчас летаю у меня в кокпите где-то 30 28 32 фпс а без записи записью конечно будет еще поменьше но надеюсь у нас видео нормальное получится я вот сейчас включу как бы свободную камеру и немножко вам покажу просто один момент то есть во первых как бы качество ливрей мы видим то есть тут каждая заклепка нарисована ну вот я был восхищен когда увидел впервые впервые вот камера внешне тут немножко как бы мы сквозь текстуры проходим обратить внимание на детализацию шоссе здесь каждый проводок гидравлики каждый винтик отрисован просто невероятно качественно то есть вот как проработана модель то же самое в кокпите вот я сейчас перепрыгну смотрите то есть это текстура козырька то есть видна покраска трещинки смотрите на таком зуме невероятно просто пыль царапинки и то как он покрашен то есть качество модели просто невероятно со всех сторон то есть визуальная часть конечно в размен какого-то количество fps прекрасно выполнено прекрасный самолет ну перед тем как начать выполнять полет я хочу показать какие функции в этом самолете доступны то есть сразу хочу сказать что загрузчика в нем нет то есть загружаться мы должны стандартными инструментами симулятора то есть мы заходим во флайт редактировать вес и баланс и здесь мы загружаемся то есть мы выбираем количество топлива нам даже примерно говорят насколько по времени хватит вот вообще он на час предлагает не залить вот это количество топлива но планировщики мне рассчитали гораздо меньше то есть считая топливом не очень точно но не будем трогать пусть час как бы нам этого достаточно здесь же можно увидеть загрузку видим на круговой диаграмме процентном отношении как это к полной загрузке то есть полная перегрузка мы загрузимся на половину борт у нас будет легкий здесь же можно немножко центровку поправить ну давайте например сделаем что-то в районе восьми все то есть мы самолет загрузили apple change применить наши изменения все самолет загружен что у нас есть на строке самого самолета заходим в меню plugins rotate md-80 аэрокрафт менеджмент то есть у нас здесь есть вызов наземного источника питания есть открытие дверей вот допустим откроем переднюю дверь очень хорошо сделана анимация и вместе с открытой передней дверью мы можем например лестницу подать она находится в корпусе выдвижная то есть анимация сделана на очень высоком уровне все очень красиво будем считать что мы наших пассажиров загрузили дверью мы убираем лестницу и закрываем дверь вообще хочу немножко про этот самолет рассказать ну md-80 отличная машина как бы и выпущена она первая первые модели пошли в эксплуатацию в 1980 году и выпускались до 1999 модель весьма популярная то есть выпущены их было за все время эксплуатации 1191 штука это ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет то есть такая рабочая лошадка которая пришла в свое время на замену 10 9 самолет американский и вот как бы один заменили на другой самолет до сих пор летают в большом количестве что я хочу сказать ну единственное конечно большое количество споров виртуальных пилотов по поводу качества моделей было еще связано с тем что когда-то для симулятора fsx для fly симулятора x от microsoft была моделька от такого разработчика леонардо то есть мадок md-80 от леонардо это было ультра хардкорная модель проработанная просто невероятно то есть там реализация была практически стопроцентная всех систем и она еще и позволяла летать экипажем то есть по меркам fsx это был прорыв то есть экипажем на проработанном самолете и конечно поэтому многие пилоты которые приходят в эксплойный смотрят на md-80 здесь пытаются конечно на автомате сравнивать его с тем самым продуктом от леонардо конечно ну еще очень далеко до того исполнения конечно но самолет который есть в эксплойне он фактически единственный про дефолтный в эксплойн 11 md-80 я не говорю потому что дефолтные самолеты я вообще не рассматриваю как модели поэтому у нас есть один нормальный мадок один нормальный md-80 на котором мы должны летать ну и я очень люблю эту машину она атмосферная то есть выполнять полеты на ней очень приятно поэтому мы сегодня проведем такой небольшой рейс все по порядку посмотрим ну и я предлагаю перейти в кокпит и приступить к запуску самолета поскольку мы его загрузили пассажирами залили топливом запускаться мы будем сегодня без источника наземного питания то есть мы запустим в силу и сразу будем запускать двигателя